Традиционно летом город принимает большой поток туристов, порой более 200 тысяч человек в сутки. Причем курортники едут как на организованный отдых, так и на неорганизованный. Многие предпочитают добираться до моря на личном транспорте. Это почти треть от общего количества отдыхающих. В любом случае город должен быть готов к наплыву туристов, особенно в плане безопасности. Основные потоки пойдут с 21 июня, потому что сейчас только Библиоглобус везет туристов. А с 21 начинает иранцы возить, а у них это в неделю 900 человек. Естественно, иранцы, чтобы было понятие, они не будут на море сидеть, они не собираются там сидеть, они будут ходить по магазинам, ездить по экскурсионным объектам и так дальше. То есть будут передвигаться, и нам надо их обеспечить полную безопасность и комфорт. С 15 июня к этой работе подключились добровольные народные дружины. Вокзалы, подземные переходы, парки, скверы, одним словом, места массового пребывания гостей в Сочи без внимания не останутся. Кроме камер видеонаблюдений, везде должен быть надзор, напоминает участникам совещаний глава города. И просит наладить взаимодействие правоохранительных органов с ДНД и казачьими дружинами, которые стали реальными помощниками правоохранителям. Вот так поддержали сегодня сотрудники патрульно-постовой службы казаков своих коллег, которые дежурят на пешеходных переходах и не позволяют туристам и местным жителям поодиночке перебегать через дорогу, что нередко становится причиной пробки. Многие сочинцы одобрительно относятся к такой деятельности казаков. Не, ну, конечно, лучше. Что же перебегать? Это вообще неправильно. То и попадаем мы под всякие машины. Очень даже хорошо, когда есть переходы. Это очень хорошо. Я приветствую это. Это действительно помощь для пешеходов, чтобы упорядочить эти движения и людям спокойнее, надежнее. Кроме того, наша функция не только регулировать пешеходный переход и так далее. Наша функция еще в том, что много подходят и задают вопросы. А где пройти к морковокзалу? А пройти как на ревьеру? А пройти как к администрации? А где, значит, олимпийский символ, где можно сфотографироваться и так далее? Это мы людям объясняем. Такая помощь инспекторам ДПС уже практиковалась в прошлом году и дала положительные результаты в этом году. Во всех районах города казаки будут помогать до конца курортного сезона, который, как ожидается, будет довольно успешным. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.